Добрый день, меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Смотрим с вами Таро прогноз для овнов на октябрь 2023 года. Будем смотреть на колоде Таро Тота и на колоде Таро языческих кошек. По сферам жизни совет, как всегда, неожиданность, что нужно делать, что делать не нужно в месяце. Основная карта, которая будет задавать настрой всему раскладу, основные моменты. Тройка кубков. Отличная карта. Говорит о приподнятом настроении, оптимистичном настрое. Соответственно, данный аркан будет влиять и на все остальные позиции. Будем рассматривать их в сочетании. Далее смотрим по сферам жизни. Первая позиция – финансы, деньги, имущество. Вторая позиция – работа, карьера, бизнес. Третья позиция – любовь, семья. Четвертая – здоровье физическое и эмоциональное, психическое, психологическое. Пятая позиция – окружение, друзья и обстоятельства вокруг вас. Так, дальше будем выкладывать еще. Итак, первая карта. Я сделаю такую заметку, что значение колоды Таро Тота отличается в некоторых арканах от классической колоды Таро Уэйд. Поэтому мы будем придерживаться, естественно, значений той колоды, на которой мы гадаем. Итак, финансы, деньги, имущество. Вот выпадает такая не очень веселая карта поражения. Но я уже сказала, мы будем смотреть в связке с основными моментами, с основными мотивами. То есть у нас положительный аркан, первый основной, он будет заглаживать или нивелировать значение всех негативных арканов. В данном случае поражение в каком плане может быть? Не такие быстрые результаты в получении денег, как вам бы хотелось. Либо если вы ожидали прибавку к заработной плате в этом месяце, но в данном месяце она не состоится. Но есть надежда на потом, так сказать, подождать. Поэтому, в принципе, если вы хотели увеличить свой доход, то не получится. Но все-таки по тройке кубков карты говорят о том, что доходов вам будет хватать. Далее. Работа, карьера, бизнес, приобретение. Вот здесь как раз девятка Пентакли. Прекрасная карта. Она и в классической колоде у нас характеризуется как цветущий сад, так и здесь. То есть здесь вас ждут успехи, в принципе, в сфере карьеры, в вашем бизнесе. И я могу сказать так, что несмотря на то, что по финансам здесь выпало пятерка жезлов, то есть это такая затруднительная несколько ситуация, я могу сказать так, что это будет для вас время поработать. Вы не получите сразу быстрых результатов по деньгам, по финансам, по доходам. Смотрим также в связке, потому как финансы в большинстве случаев связаны именно с работой и карьерой, с нашим бизнесом, то, где мы деньги зарабатываем, получаем. Поэтому это будет время вливаться в работу, включаться. Если кто-то вышел после отпуска, нужно будет собраться и как следует поработать. Поэтому сейчас вопрос получения финансов несколько будет откладываться. Следующая сфера – любовь, семья, императрица. Здесь карта очень благоприятная как для мужчин, так и женщин, особенно для женщин, потому что все-таки, ну, кто-то говорит, что в старших арканах пол не смотрится, но я все-таки считаю, что императрица – это более такая женственная карта, женская, и это как хранительница домашнего очага. То есть особенно в данной позиции, в сфере любви, семьи, здесь полное благополучие. Для тех, кто не в паре, возможность найти своего человека, встретить, да, то есть именно такого, который будет вам по душе. Поэтому данная карта, конечно, здесь очень благоприятна. Ну, в принципе, в связке с основной картой, возможно, какие-то семейные праздники, может быть, застолье даже в кругу близких, родных людей. Следующая позиция у нас – здоровье. Здесь аркан, значение аркана трактуется как наука. То есть это в данной позиции могут быть, знаете, как обследования, проходить обследование, сдавать анализы, то есть науку, что-то изучать, что-то познавать о себе. Если говорить о психологическом здоровье, вы можете интересоваться информацией на тему психологии, собственного эмоционального состояния и, что называется, помоги себе сам. То есть вообще можете изучать информацию о поддержании и поправке своего здоровья. Ну, как всегда оговариваются, да, лучше всего обращаться к врачам, конечно, но никто не мешает интересоваться информацией по данной теме и в том числе и самим. Поэтому вот могут ваши мысли занимать различные статьи, может быть, книги, видео на тему здоровья, то есть науку, науку что-то познавать, что-то изучать, ну, либо обращаться в том числе к специалистам для обследования, для консультации. Следующая сфера – это окружение, ваши друзья, либо обстоятельства вокруг вас. Карта влюбленных – это в целом карта выбора. Она может говорить о том, что вам придется сделать выбор между тем, чтобы общаться с друзьями, либо не общаться, если вы предпочтете работу. То есть здесь, в принципе, неплохо, нехорошо, благоприятно будет, как и выбор общения, да, уделять время друзьям. То есть это не пойдет в ущерб там ни вашей работе, ни семье. Ну, в принципе, также вы можете предпочесть свои там любимые занятия. То есть здесь такая довольно-таки нейтральная карта. То есть она, можно сказать, проиграется, как для представителей знаков, на 50 на 50. Кто-то давно не виделся с друзьями, значит, вполне себе можно уделить им время. Кто-то предпочтет свою семью, либо свои занятия. И также для вас это будет благоприятно. То есть здесь полностью выбор заварной карты, говорит. Дальше давайте продолжим на Таро Кошек. Спросим для вас совет. Совет. Восьмерка жезлов стремительное что-то. Сюрприз или неожиданность. Королева Пентакли. Так. Давайте дополним. В карте совета, как я всегда говорю, не говорит о конкретных событиях. Говорит о стремительности наступления каких-либо событий. Давайте дополним, что это может быть мир. Ну, в принципе, совет привести свое состояние в гармоничное. То есть если вы, может быть, крутились, как белка в колесе какое-то время, вам следует уравновесить свое эмоциональное состояние. Да, может быть, кстати, в связке вот с картой шестерка мечей, может быть, именно вот эта вот карта согласуется с этим советом. То есть по деньгам пока здесь, грубо говоря, разрулить ничего не получится. Но вот что вы можете сделать сами, это помочь своему внутреннему душевному состоянию. Вот здесь вот карта, скорее всего, по совету согласуется с четвертой позицией. То есть обратить внимание вот на свое состояние, соблюсти баланс внутренний как можно скорее. Потому что карта говорит о том, что мог быть внутренний раздрай, какая-то неудовлетворенность внутри. Так. В позиции неожиданности вам выпадает королева Пентакли. Это, возможно, встреча неожиданная с такой королевой Пентакли. Ну, это кто-то из приятного вашего окружения, приятного знакомства. То есть может быть какая-то давняя подруга, одноклассница, приятельница. То есть как для мужчин, так и женщины в равной степени. То есть это может быть встреча с каким-то приятным человеком. Вполне себе согласуется вот с пятой позицией по карте выборов влюбленных. Может быть, кстати, этот человек позвонит, напишет, видит, на связи с вами с предложениями в этой встрече. Вы будете размышлять, нужно это вам или нет. Так. Давайте еще посмотрим, что нужно делать и чего делать не нужно в этом месте, да, в свете вот того, что у нас уже здесь вышло по сферам жизни. Что нужно вам делать, чего делать не нужно. Вот смотрите, даже буду вместе эти карты сразу рассматривать. Это умеренность и двойка мечей. Вот умеренность как раз это тоже как карта спокойствия и баланса и гармонии. То есть вот здесь, опять же, что нужно делать? Привести как-то вот свое мироощущение, свои мысли в гармонию и быть, замедлиться, скажем так, замедлиться. И чего делать не нужно, это принимать каких-то решений, которые вы, в принципе, принять не можете из-за отсутствия информации и аргументов. То есть вот с какими-то срочными решениями, если вас кто-то будет торопить, не спешите, пока отложите. Хотя овнам не свойственна медленность, замедление, да, всяческие промедления, проволочки. Но вот здесь вот в данном случае этого делать не стоит. Скороподительных решений принимать не стоит. Вполне себе хороший месяц. Я думаю, что по финансам все поправится, потому что я уже сказала, что в связке стройка кубков это временное. состояние, поэтому желаю успехов овнам и благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан. Я всегда рада каждому новому подписчику и зрителю. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. И также теперь у меня появился Дзен-канал. Если кому-то интересны эти площадки, то вы можете также меня найти. Информация есть об этом в описании моего канала, также под данным видео. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok